2020 год в России стал годом народного творчества. Он нацелен на то, чтобы обратить внимание на вымирающие деревни, ремесла и промыслы, которые для большинства жителей на протяжении многих десятилетий являлись единственным источником дохода. Сегодня они возрождаются благодаря государственной поддержке и неравнодушным предпринимателям. Один из таких проектов по возрождению традиционного промысла в России и за рубежом был реализован в Новгородской области. Там удалось возродить одно из старинных предприятий районного центра, тем самым спасти уникальную старинную вышивку – Крестецкую строчку. О том, как сейчас работает фабрика и филигран на мастерстве рукодельницы, расскажет Любовь Пермякова. Здесь находится цех заготовки изделий подожор, или как его еще ласково называют – дёрышка. Сейчас мастерицы подготавливают сетку для ручного или машинного шитья. Рождение крестецкой вышивки начинается именно здесь. Мастерицы выдергивают нити в определенном порядке. Работа дёргальщиц является по-настоящему ювелирной. Здесь нужна филигранная точность, которая требует внимания и отличного зрения. При подготовке такого полотна права на ошибку нет. Неправильно подрезанные и вырванные нити обрекают изделия на выброс. Дальше изделие попадает в руки вышивальщиц, которые путем обвивки нитей заполнением получившейся после дёржки сетки создают различные узоры. Это самый массовый цех вышивальщиц. Сейчас здесь трудится 26 мастериц и 6 учениц. Работа очень кропотливая. Например, на изготовление самого легкого изделия салфетки уходит 2 часа. На изготовление самого сложного – более 3 месяцев. Назвать такую ювелирную вышивку машиной не поворачивается язык. Ведь направление иглы, натяжение нити и скорость работы полностью контролируется мастерами. Люди здесь работают десятилетиями, хотя приходят и молодые кадры. Среди них 19-летняя Анна Синякова. Нравится. Я пришла где-то 7 месяцев назад. Мне очень нравится. Здесь именно рисунка нет, именно просто дорожка. Так именно тонкие ткани тяжело. Это держать постоянно надо. Напряжение всегда. В руках мастеров на фабрике рождаются уникальные салфетки, скатерти, рушники, чайные наборы, постельное белье, занавески и женская одежда. На мне сейчас эксклюзивный наряд, не имеющий аналогов в мире. Например, на изготовление этого платья уходит 7 дней. На изготовление жилетки более 14, так как здесь применена ручная вышивка. Верх вышивального мастерства и самые сложные изделия, сравнимые с ювелирным искусством, готовят вышивальщицы ручной вышивки. Техника зародилась в Крестецком уезде в деревне Старая Рахина. По мнению многих экспертов, крестецкая строчка – вершина художественного мастерства русской вышивки. Вообще, обучение у нас проходит в любом цехе, на любых операциях три месяца. Потом уже делают продукцию. Так вообще, в принципе, обучаться можно всю жизнь. После того, как изделие готовят, оно попадает в руки гладильщицам. Утюжат их старыми 8-килограммовыми утюгами, которым уже более 50 лет. Дело в том, что, чтобы отутюжить лен, необходимо обязательно давление. С парообразователем все равно такой гладкости не добьешься. Поэтому мы используем старые наши утюги. Вот ремонтники нам, если что-то случается, ремонтируют, так мы их бережем. У нас несколько есть в запасе штук. Вышивальщицы, швеи, закройщицы, конструкторы, крахмальщицы и дергальщицы. Сегодня на строчке работает 70 человек. Условия созданы поистине столичные. Просторные светлые помещения, оформленные в стиле лофт. В воздушности добавляют стеклянные перегородки и двери. Фирменная вышивка встречается повсюду. На задовесках, в рамках на стенах, даже на чехле для кулера. Вторую жизнь предприятию и возможность сельским жителям заработать дал петербургский бизнесмен Антон Георгиев. Он выкупил обанкротившееся предприятие в 2015 году. В 2015 году, когда Антон Викторович выкупал фабрику, оно выглядело несколько жутковато. И уже когда отреставрировали, конечно, все. Теперь приятно и работать. Здесь еще работали в этих помещениях? Да. Как раз, как вы говорили? Здесь был распроянный цех. Здесь нет, правда, вышивачного цеха, но он приблизительно так же выглядел. В 2018 году без отрыва от производства фабрику отремонтировали. Тем самым спасли уникальное новгородское ремесло, которое пользуется популярностью. Большое количество подписчиков и, как следствие, продаж крестецкой строчки принесли приезды на фабрику Александра Васильева и Лены Летучей. Серьезный вклад в имидж крестецкой строчки внесло включение продукции фабрики в президентский подарочный фонд. Также мастера строчки разработали авторские узоры для одежды известного российского дизайнера. Коллекция была презентована в Париже во Франции и, говорят, имела большой успех.